Всем привет! В этом видео дам несколько полезных советов, как можно повысить эффективность использования фитоспорина. Уверен, что многие из вас знают этот препарат, многие его используют при выращивании растений. Ну а для тех, кто еще не в курсе, короткая аннотация. Что же это такое? Фитоспорин это биофунгицид для лечения и профилактики грибных и бактериальных болезней. Фитофторы, корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, ржавчины и других. Как видим, спектр заболеваний, от которых защищает, либо который излечивает фитоспорин, весьма широк. Поэтому не использовать его при выращивании растений было бы неправильно. Мы уже им начали пользоваться в этом сезоне. Развели, согласно инструкции, одну часть пасты на две части воды. Получился маточный раствор и столовую ложку маточного раствора развели в 10 литрах воды. Вот этим объемом воды мы обработали грунт, в котором будем проводить выращивание рассады. Таким образом мы снизим риски возникновения черной ножки на нашей рассаде. Раньше мы рассаду от черной ножки защищали другими способами. Проливали, например, превикуром, либо перманганатом калия, то есть марганцовкой. Но согласитесь, выращивая рассаду в квартире, использовать чисто химические синтезированные препараты было бы не совсем удобно и не совсем правильно, если есть биологический препарат. Почитал в интернете много различных отзывов, комментариев. И многие огородники жалуются на низкую эффективность использования фитоспорина. Начинаем вникать, как его используют. И первая и самая главная ошибка, это его неправильно разводят, его неправильно хранят. Вот именно об этом я сейчас хотел с вами, друзья, и поговорить. Как видим, препарат у нас в форме пасты. Есть еще в форме порошка, но я никогда не встречал в форме жидкости. Многие препараты продаются в жидком состоянии, и это очень удобно. Почему же производитель не развел препарат сразу в виде маточного раствора? Не в виде пасты, а в виде раствора. Это для примера, в принципе, мы часто встречаем, многие препараты в жидкой форме очень удобно использовать. Отмерили, и все готово. Здесь же нужно немножко повозиться, выдавить пасту, испачкать руки, развести, потом отмерять маточный раствор. Почему производитель сразу его не развел? Все очень просто. Потому что это живой препарат, и вот именно в форме пасты здесь бактерии в виде спор. Они в состоянии покоя, они в состоянии анабиоза, они спят, они минимально дышат и осуществляют свою жизнедеятельность. Поэтому в таком состоянии могут находиться бесконечно долго и в различных самых неблагоприятных условиях. При сильных морозах может храниться вот эта паста, и при высоких температурах ничего спором не будет. Как только наступят благоприятные условия, они проснутся и начнут приносить пользу. В некоторых источниках я прочитал такие советы. Разводим вот эту пачку, она 200 грамм, на 400 миллилитров воды. Казалось бы, да, по инструкции так и написано. Одна часть препарата на две части воды. То есть пачка 200 на 400. Все это соединили, развели, закрыли баночки и поставили в темное прохладное место. По мере необходимости открываем баночку и используем готовый маточный раствор на протяжении сезона. Но, друзья, все дело в том, что когда мы закрываем приготовленный маточный раствор, споры просыпаются, начинают усиленно дышать и питаться. Вот в ограниченном объеме им не хватает кислорода, им не хватает питания, и они начинают массово гибнуть. Эффективность приготовленного маточного раствора снижается. Через три дня эффективность может понизиться существенно, а через 10 дней еще больше. И используя через месяц приготовленный когда-то маточный раствор, даже мы его приготовили по всем правилам, даже хранили по всем правилам. Ни на ярком солнце, ни при высоких, ни при низких температурах, все равно эффективность уже будет минимальная. И вот к концу сезона, доставая свою баночку разведенного раствора и используя его, разводя потом для приготовления уже рабочего раствора, мы пользы практически никакой не приносим растениям, грунту и так далее. Вот именно поэтому производитель не развел. Потому что на производстве на самом деле вот в такую форму превратить вот эту пасту очень-очень просто. Для производителя это не составило бы труда. Но он этого не делает, понимая, что эффективность существенно снизится. Поэтому, друзья, я бы советовал, первое, это разводить препарат по мере необходимости и хранить его максимально 3, ну максимум 5 дней. И то на пятый день уже эффективность существенно снизится. Лучше использовать его практически сразу. 1-2, максимум 3 дня. Тогда мы будем видеть результаты применения фитоспорина по своим растениям. Другое дело, когда маточный раствор свежеприготовленный и мы сразу обработали грунт. Вот в грунте бактерии, они будут жить уже, питаться, дышать бесконечно долго в приготовленном грунте. А в жидком состоянии, когда их миллиарды, вот на 1 грамм, если я не ошибаюсь, 2 миллиарда на грамм вот этих бактерий находится вот здесь. Представьте себе, мы развели, увеличили в 3 раза объем от этого, но стало не 2 миллиарда на грамм, а 700 миллионов. Это чрезвычайно высокая концентрация, которым нужно дышать. Они задыхаются и остается ровно столько их тут, скольким хватит кислорода. Поэтому не разводите. Разводите по мере необходимости. Да, испачкайте руки. Лучше руки потом помоем. Но мы будем уверены, что препарат подействует. Вот наша пачка, которую мы уже использовали один раз. Мы выдавили сколько нам нужно пасты, подвернули и закрыли. Не давать пересыхать. В виде пасты не пересушенной препарат так и должен остаться мягеньким таким. И храним в прохладном месте без прямых солнечных лучей. Это первое, что я хотел сказать. Но еще есть такой важный момент, какой водой разводить. Тоже услышал такие советы в интернете, что в горячей воде он разводится гораздо лучше. Но это неправильно. Температура воды, в которой вы будете разводить пасту, должна приблизительно соответствовать температуре пасты. Чтобы не было встречного температурного шока. Например, с холодильника достали пасту, а тут чуть ли не кипяток. И вот холодные споры кидаем в кипяток. Температурный шок и существенное количество спор может погибнуть. Именно не от того, что они не могут выдержать кипятка. Их даже можно кипятить. Но они не выдержат вот этого стресса. Вот таких два небольших, но очень важных совета по отношению к фитоспорину, которые повышают его эффективность, я и хотел озвучить в этом видео. Будем в этом сезоне использовать фитоспорин широко на своей даче при выращивании всех своих растений. Поэтому приглашаю вас присоединяться и будем вместе выращивать экологически чистые растения на наших участках. Кто еще не запасся оригинальным и приготовленным в соответствии со всеми технологическими требованиями фитоспорином, я ссылку оставлю внизу в описании под этим видео. У меня в руках фитоспорин торгового дома Кессон, город Запорожье. Так что переходите и действительно будете уверены, что это настоящий фитоспорин, который будет работать. На этом видео закончу. Спасибо за внимание. До новых встреч.